Всем привет, с вами Priya. Сегодня вскрываем недельные сундучки на новом микрофоне, что самое главное. Звук, конечно же, будет отличаться, не знаю, скорее всего, конечно, в лучшую сторону, нежели в худшую, потому что техника весьма достойная. Это аудиотехника 2020 USB+. Попробуем, что из этого получится. Со временем настрою ее до оптимального уровня, чтобы уши не рвало и вас не рвало. Начнем же. Начну с паладина. Надеюсь, полутаю на него что-нибудь интересненькое. И это реликвия 960 уровня предмета, которая уйдет торговцу. Да, она абсолютно ни к чему мне, потому что у меня уже есть 970 вставленная. Весьма неплохая реликвия. Идем дальше, переходим на друида. Надеюсь, на друида упадет что-нибудь интересненькое. Типа колечко или тринкета. Проверяем. А это перчатки 970 уровня предмета. Отлично. Все равно у меня до этого были 945 и даже без сокета. Я как знал, что в них не нужно вставлять сокет. Окей. Кдшечку на партняшку я сделал. Отлично. Пойдем дальше. Дальше шаман. А за шамана я надеюсь полутать ноги или ступни, скорее всего. Очень много шмота у меня на самом деле уже 950-го, 960-го. И получить какое-то улучшение, казалось бы, даже на недавно созданного шамана, весьма тяжело. Хотя реликвия относительно малого эквипа. Ну что ж, проверяем, что нам выпадет. И это нагрудник 970-го эквипа с критом. Весьма полезный для меня. Отлично. А, да, сейчас нужно же еще трансмагрификацию сделать. Так, трансмагрификация. За альянс. Идем дальше, дальше по списку воин. Лечу со всех ног вскрывать сундук на войне. Выберем специализацию защиты. И вскроем. Получим кольцо с критом. Я понимаю бы, если в меньшей доле еще был крит. А он в большей. Это вообще ни к чему. Ну, ладно. Прошлую неделю вроде бы упала полезная колечка. Дворянина темнолесья. Ну, окей. В этого пускай упадет бесполезная. 1-1. Хорошо. Выход. Перезаходим за ДК. А на ДК я надеюсь получить реликвию. Для Фроста. 985-ю. Не ниже. Да, это реликвия. Но... Это тьма. Тьма у меня 965-я. Тьма для Блада у меня ни к чему. Тьма для Анхолика. Увеличить время действия темного превращения на 2 секунды. Ладно, я оставлю. Пускай лежит этот релик. Почему бы и нет. Уберу его из списка утиля. Ключик утроба. Утроба на Тираническом на самом деле будет веселить. Потому что космическая коса для людей, не разбирающихся в механике подземелья, крайне сложна. Смерть от первой косы это норма на Тиранике. Один человек точно умрет. Будьте к этому готовы. Оберегайте себя. И ни в коем случае не идите в Тираническую утробу. А я иду на Твинков. А за Разбойника у меня идея вскрыть легендарочку, которая выслана была еще пару недель назад. Полая отмычка. Какие легендарки у меня уже есть на Разбойнике? Есть Плечики, есть Сефус, есть Синедария. Вскрываем? Я думаю, опять какое-нибудь колечко упадет. Да, Кольцо на Талант. Классненько, отлично. Идем на Варлока. На Варлоке еще есть легендарный предмет, который очень хочется вскрыть. На Варлока очень часто мне они дропаются. Весьма интересно, почему. Может быть это позыв играть на нем? Хм. Надо об этом подумать. Варлоке весьма сильный РДД в текущий момент. Как по ДПСу, так и по выживаемости. Так что все возможно. Ждем загрузку. Наконец-то я зашел на Варлока. Ждем прогрузку почтового ящика. Забираем наш легендарный предмет. Изучаем текущие легендарные предметы. Это Килджеден. Это предведение Нарганона. Это Придас. Это Столпы Темного Портала. Это Мастерский Жнец и Сефус. Мне кажется, сейчас опять упадет кольцо на талант. Или плечи, если такие возможны на Варлоке. Хм. Это Пояс. Окей. Ну, я же играю в Демон Спеке. Поэтому Пояс. Да. А я не помню, есть ли плечи вообще у Варлока. Ай, какая разница. Смысл в этом ноль все равно. Во всех тех легендарочках на твинках. Всех вам благ, счастья, здоровья. Спасибо огромное, что смотрите видосики. Продолжайте их смотреть. Не забудьте заглянуть в Инстаграм, в ВК-группу. Там до кучи фоточек и мыслей со стримфеста. Я думаю, это вас заинтересует. И как-то поднимет ваш моральный и не только дух. Не болейте, берегите ноги. До скорого.